Ну что, это новый iPad Pro, и сегодня настало время про него поговорить. Меня зовут Максим, вы на канале Демец Лаунж, поехали! Итак, да, буквально несколько дней прошло после презентации Apple, на которой нам показали новые iPad, новый Apple Pencil Pro и новую клавиатуру Magic Keyboard. А это уже все у меня на столе, и я готов рассказать вам о том, что себя представляет вообще новый iPad Pro на процессоре M4. Если вам такой ролик понравится или будет чем-то полезен, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно, и поможет каналу в развитии, там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего важного и интересного не пропустите, и YouTube вам пришлют уведомления с выходом нового ролика. Здесь нужно сказать, что это именно мои эмоции, впечатления от первых моментов и первого времени использования iPad Pro. Что я могу сказать? Это все тот же iPad, да, он ничем не лучше, не хуже прошлых поколений, причем не только прошлых, но и обычных. Я говорю об этом каждый раз, проблема с одной стороны и плюс iPad'ов с другой стороны, они очень долго не меняются. Что iPad 2018 года, что iPad 24 года, это примерно тот же iPad, который может примерно все то же самое. Но здесь есть ряд некоторых изменений и нюансов, о которых нам, конечно же, стоит с вами поговорить. В первую очередь, конечно же, ну смотрите, толщина. Это очень тонко, чтобы вы понимали, это примерно в полтора, если не в два раза тоньше, чем новый iPhone'чик, iPhone 15 Pro. Но и это все равно ощущается слишком тонко, настолько, что Pencil даже выступает за края этого планшета. Я бы даже сказал, попользовавшись какое-то время им, это некомфортно тонко. У тебя нет ощущения, что вот как мы там угорали с вами, он погнется, мы его сейчас разогнем? Нет, такого нет. Но есть ощущение, что он избыточно тонкий. Я бы не оказался от плюс одного миллиметра, но чтобы здесь стояла батарейка побольше, чтобы, естественно, он там держал зарядку подольше. Но ты берешь, он действительно очень легкий и сверхтонкий. Еще раз, главная эмоция от этой штуки, вау, она очень тонкая, настолько тонкая, что даже чуть-чуть некомфортно ее держать в руках. Я не удивлюсь, если появятся люди, которые такие, порезался iPad'ом, все, что мне делать? Конечно, никаким iPad'ом вы порезаться не можете. Но да, он тонкий, если вот так долго держать его как-то, упершись в руку, то, может быть, становится как-то дискомфортно и неприятно. Это вот те мысли, которые меня навели, хотелось бы его несколько потолще, либо чуть больше закругления на краях, как это сделано в iPhone 15 Pro. Здесь они все-таки по ощущениям несколько меньше. Второе ощущение от нового iPad'а – экран. Конечно, экран всем важен, все говорят всегда экран, тем более здесь используется тандем OLED, когда они взяли два OLED'а и склеили его в бутерброд. Стал ли он сильно лучше, чем iPad с мини-LED дисплеем? Нет, я бы так не сказал, потому что примерно я смотрю на это и вижу, ну, то же самое. Да, наверное, чуть меньше засветов на темных участках. Но настолько ли это круто, чтобы вот бежать и обновлять твой мини-LED-экран на OLED? Конечно же, нет. Ну, а если же ты все-таки решил обновиться, и причем не только iPad, но и iPhone, или любой другой гаджет Apple, ну или даже не Apple, то лучше всего это сделать у моих друзей из магазина технодеус.ру. Как раз именно этот iPad ребята мне и привезли, ну и достаточно быстро, как вы понимаете. Конечно же, у них быстрая доставка, качественное обслуживание, гарантия на все гаджеты и, естественно, приятные цены. По промокоду DEMIN еще получите скидку или подарок при покупке. Причем, я тут к ребятам подошел, ребят, говорю, а можно скидочку побольше по промокоду? Они такие, да, окей, и теперь скидка у нас там с вами несколько выше. Можете сами проверить на сайте. И я говорю, а можно еще больше? Они такие, хорошо, давай. Поэтому промокод DEMIN PRO, по которому на линейку iPhone 14, iPhone 15 и iPad Pro, пожалуйста, iPad Pro на M.2, iPad Pro на M.4, свеженькие, тоже получите хорошенькую скидку. Ссылка на технодеус будет внизу в описании, обязательно загляните. Если мы говорим по производительности M.4, действительно ли это чувствуется в системе? Нет, конечно же. Возможно, если вы будете тестировать какие-то высокопроизводительные игры или высокопроизводительные задачи, в которых вы упирались в мощность M.2, конечно же, вы можете здесь почувствовать небольшое облегчение в M.4. Но глобально в работе системы, естественно, в просмотре видосиков, в рисовании это абсолютно никак не влияет. Ну да, вы можете сделать больше слоев в Procreate. Нужно ли вам это? Решать, опять же, конечно же, вам. Опять же, все упирается в то, что iPad ограничен системой. Да, это все тот же iPad. И новое железо, которое стало значительно мощнее, не дает ему такого же прироста, который мы можем получить в том же MacBook. Потому что в MacBook мы легко это можем обыграть софтом. Здесь, к сожалению, нет. Если мы говорим о дизайне, то, естественно, здесь вы можете увидеть еще у нас с вами новый цвет, который теперь прям стал черный. Как известно, черный работает лучше. Конечно, надо понимать, что, как и всегда, эта штука очень сильно собирает на себя различные отпечатки. И если вы захотите такую красоту, нужно это, конечно же, учитывать. Если мы говорим о камере, то одну камеру у нас с вами забрали. Раньше у нас были две камеры ширик и сверхширик. Теперь оставили только одну. А вот эта снизу, это лидар. И зачем это нужно, не очень понятно. С другой стороны, кто-то реально пользовался двумя камерами на iPad. Тоже странно. Но, тем не менее, то, что в прошке это забрали, осуждаем. По большому счету, казалось бы, можно еще что-то, наверное, рассказать про новый iPad Pro. Но на самом деле нет. Опять же, все тот же iPad. Тот же iPad Air, тот же iPad Mini, да тот же iPad 10 или 9 поколения дадут с точки зрения опыта использования плюс-минус то же самое. Если мы берем последний какой-нибудь iPad Pro на M.2, то даже экран, как я и вам говорю, не настолько сильно лучше. Да, ты, наверное, ну, может, чуть-чуть где-то видишь улучшение, но не глобально. Не настолько дороже, насколько он стал. Плюс ко всему этому, конечно, самое очевидное, это дизайн. Дизайн, да, дизайн нужно привыкать. Еще раз скажу, ну, легкость никто здесь не будет спорить, это классно, но, как по мне, слишком тонкий для вот такого базового использования. И мне кажется, рамочки стали немножко поменьше. Ах, да, фронталочка переехала вот сюда, если вам это было важно. Положим у нас с вами iPad на место и перейдем вот к этой штучке, которая называется Apple Pencil Pro. По факту, это Apple Pencil третьего поколения, которому добавили несколько вещей. А именно, у нас теперь с вами есть жест сжатия, который в том числе активирует вибромоторчик, который находится вот здесь. По ощущениям это, как будто вы нажимаете на трекпад MacBook. Если вы хоть раз в жизни нажимали на трекпад MacBook, вы знаете это чувство. Даже, знаете, я вам что скажу. По ощущениям, как будто вы нажимаете на кнопку iPhone 8, iPhone 7 или iPhone SE, там, второго, третьего поколения. Абсолютно идентичное. Сжимаю, получаю виброотклик, который дает мне ощущение, что что-то в Pencil'е у нас с вами двигается. И он как бы вам в руку тактильно адет. Это прикольно. Что еще добавили? Добавили у нас с вами акселерометр. В некоторых приложениях это выглядит достаточно интересно. Например, мы можем зайти в рисовалку и крутить. У нас кисть, она будет повторять вместе за Pencil'ом. Или, например, у вас тень от Pencil'а тоже будет появляться в различных варианциях, как вы его наклоняете. Наверное, прикольно. Для художников, да, они оценят. Для обычных людей, ну, не то чтобы очень бесполезно. Мы тут сегодня с ребятами, когда это все записывали, сидели, никак не допирали, почему вот сюда-то не сделают ластик. Да, у нас есть двойной тап, он остался. Вы берете, переключаетесь и стираете условно. Но было бы классно, если ты переворачиваешь и стираешь ластиком, как это, в принципе, очень многие привыкли делать в случае с обычными карандашами. Ну и третье обновление, на которое мы с вами сегодня посмотрим, вот эта штука. Это Magic Keyboard нового поколения. Новая клавиатура, которая у нас неплохо обновилась. И, кстати, стоит она как базовый iPad. Поэтому эта штучка, именно клавиатура отдельно достаточно дорогая. Снаружи это все еще софт-тач покрытие. Но, если мы эту штуку открываем, то теперь внутри это алюминий. Причем он бывает тоже в двух версиях. В белом и в черном у нас с вами, как вы видите, белая штука. Помимо алюминия, у нас с вами прокачали трекпад, который теперь тоже, как и Pencil, сделан по технологии взрослого макбучного трекпада. Если раньше это были нажатия, которые, ну, дешево воспринимались, то теперь здесь стоит вибромоторчик, который это классно все отщелкивает. И у вас, ну, полное ощущение, как будто вы пользуетесь трекпадом макбука. Помимо этого, появился ряд функциональных клавиш. И это стало удобнее, потому что можно вот так вот делать меньше яркость, больше яркость, громче, тише звук. Опять же, более макбучная работа. Клавиша Escape, в конце концов. Для многих это важно. И знаете, что я вам скажу? В принципе, клавиатурка стала удобнее. У нее чуть больше стал наклон, и это классно. И она, в принципе, немножко по-другому левитирует за счет того, что добавили вот этот функциональный ряд и немножко все переделали. С точки зрения управления iPadOS с вот именно трекпада, очень все похоже на макбук, но с упором на сенсорный ввод. То есть у нас курсор мышки заменяется таким аккуратным кружочком, который наводится на иконки, увеличивая их. В общем, это сделано здесь все хорошо. Вот в такой версии сложенной, это все стоит сопоставимо с макбуками даже Pro-линейки. Иногда дороже. То есть макбук Air будет дешевле. Даст ли вам макбук Air больше возможностей? Конечно же, да. Но я знаю такую позицию, например, как у Димы Яблочного Маньяка, что многим людям iPad тупо комфортнее, потому что это более современный уровень ввода. Да, вот у меня такое бумерское мнение, что да, мы должны пользоваться ноутбуками для работы, но многим якобы не нужен ноутбук. И этим людям iPad может заменить ноутбук. Наверное, да, но я все-таки в этом плане несколько ретро-град и считаю, что это больше для определенных специальностей. Для художников, да. Для 3D-визуализаторов, конечно же, тоже, да. Для архитекторов, возможно. Но большей части людей, которые именно работают, если мы говорим про графику, про видеомонтаж, про звук, про музыку, все равно, наверное, будет сделать это комфортнее именно на макбуке. Так что же по итогу. Хорошее ли обновление iPad Pro 2024 года на M4? Мне кажется, что с одной стороны, да, дизайн действительно обновили, самый все-таки тонкий планшет на рынке и самое тонкое устройство Apple. Немножко обновили Apple Pencil, добавили туда пару интересных фишек. Сильно обновили клавиатуру, которая стала действительно приятнее и вот так отдельно, ну, как будто держишь какой-то макбук. Но вместе с этим, напоминаю, что у нас увеличилась цена. OLED-дисплей, пусть и хорош, но не настолько дает преимущество относительно мини-LED-дисплея. Да и, в принципе, это все тот же iPad, который может все то же самое. Покупать его или нет? Наверное, когда цены немножко устаканятся, если вы профессионал, который пользуется каким-нибудь iPad, может быть, 18-го года, 19-го года, который еще до M-моделей, если это какой-то iPad Pro 10.5, который, кстати, в этом году может не получить поддержку iPadOS 18, тогда, наверное, да, можно будет обновиться. Но лично я вместо этого пошел бы и взял себе iPad Air. Да, там нет 120 Гц, но там есть большой экран, он тоже самое все может, он удобный, там процессор M.2, есть теперь версия тоже на 13 дюймов, и там под него тоже есть клавиатура, поэтому каких-то проблем вы с ним знать не будете, если вам вот 120 Гц не важны, но, как правило, это очень узкая прослойка людей, которые такие, 120 Гц нет, все, я не буду убрать этот гаджет. Но, как по мне, это немножко странно. Тем не менее, вот такой вот он вышел, что думаете об этом вы, напишите внизу в комментариях. Ну, а если вам этот ролик понравился или был чем-то полезен, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного и интересного не пропустите, и YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового ролика. Ну, а мы же с вами ждем, конечно же, WWDC 2024, которая пройдет 10 июня, где покажут iPadOS 18, и, может быть, я надеюсь, наконец-то этот планшет станет чуть более удобным для нас с вами, как для пользователей. Очень этого ждем. Ну, и вот эти два ролика специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, и все, окон, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну, а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok